Всем привет! Мы добрались до темы 106.3. Это поддержка Убунта и различных функциональных таких особенностей операционной системы, которые позволят людям с ограниченными возможностями полностью ей пользоваться. Тема достаточно такая важная для тех, кто вплотную может работать в организации, где работают такие пользователи. Я сам полгода где-то работал в фонде, как это называется, по адаптации детей-инвалидов, и там очень серьезно это все применялось. На самом деле я сейчас посмотрел современную Убунту, в ней половину возможностей урезали, и вообще, чтобы обеспечить действительно нормальную работу людей, которые как-то плохо видят или слышат, нужно ставить дополнительные библиотеки. Нас экзамен просит разобраться с базами возможностей, которые предоставляет Убунту, я вам покажу, ну и расскажу, как это можно все расширить на самом деле. Итак, тема 106.3. Настройка операционной системы для пользователей с ограниченными возможностями. Мы с вами должны разобраться с тем, как настроить дополнительные возможности управления мышью, курсором мыши, дополнительные возможности по использованию клавиатуры, и включить разные расширенные возможности, такие, например, как чтение с экрана, увеличение контрастности и прочее. Тут очень много подпунктов, поэтому я все в слайд не стал включать. И заодно, сразу, пока мы находимся в презентации, значит, нам нужно разобраться с тем, как подключить дисплей Брайля к Убунту. Есть такая штука, если кто не знает, дисплей Брайля позволяет выводить текстовую информацию из компьютера, вот такую штуку, чтобы пользователи, которые плохо видят или не видят вообще, могли понимать, что там происходит на экране. Я себе в прошлый раз поставил 15-ю уже Убунту, не знаю, видели вы или нет, я долго писал уроки на 14-е и уже вот добрался наконец до 15-й, начали слушатели писать, потому что в 15-ю Убунту есть небольшие отличия, начал использовать ее. Значит, для начала мы можем разобраться со всеми специальными возможностями. У Убунту есть такая специальная иконка, вот у нас справа сверху такой человечек в кружочке. Это Universal Access, они его называют. И здесь у нас есть три опции. На самом деле Убунту вместе со своим Unity как-то очень сильно урезало функционал вот этот вот дополнительный для поддержки пользователей с ограниченными возможностями. Раньше здесь было намного больше опций. Сейчас мы здесь можем вызвать с вами клавиатуру экранную. Вот она, стандартная клавиатура снизу появилась. То есть можем попробовать включить повышенный контраст для пользователей, которые слабо видят. Но по сути здесь у нас так нормальный контраст, здесь только поле для пароля стало подсвечиться белым, чтобы мы видели, куда можно вести пароль. И дата почему-то стала совершенно невидимой. И третий вариант, что можно делать, это включить читалку с экрана. Я сейчас ее включу, и она нам будет рассказывать, что у нас где есть. Ну вот она все нам говорит, что она здесь происходит. Сейчас я его вытручу. Не очень удобно, но тем не менее вот вы ее видели, вот она нам почитала, порассказывала. Зайдем в систему. Это все такие, конечно, удобные возможности, но опять же он будет ставить дополнительные библиотеки с читалками. Так вот, основные интересные настройки, которые у нас есть, это у нас вот здесь вот в системных настройках. Тот же самый человечек, вот он, Universal Access, раньше это называлось Assistive Technologies. И в нем есть различные варианты того, что мы можем делать. Так, только мне нравится, что у нас экран такой здоровый теперь. Ни в какое окно настройки не хотел меняться, пришлось уменьшить разрешение экрана, увеличить. Значит, смотрим все от нас на новые такие дополнительные возможности универсального доступа, как его называют. Значит, высокий контраст. Если мы его включаем, у нас немножечко меняется, видите, сильно меняется рабочий стол, так, чтобы увеличивался контраст, и пользователи могли различать значки. Следующая опция, мы можем с вами включить увеличенный шрифт. Включаем его, видите, текст стал намного жирнее. Считалка, я ее включать уже сейчас не буду, она начнет болтать, мы с вами ее уже включали при входе в систему, вот она. И можно еще дополнительные возможности включать гудок при нажатии Caps и NumLock. Это если вдруг пользователь не видит то, что он нажал Caps, NumLock, то есть на клавиатуре он не видит то, что у него загорелись эти иконные лампочки. Вот, можно сигналами подавать ему об этом информацию. Далее, для тех пользователей, у которых есть проблемы со слухом, если возникает какая-то ошибка, у нас Ubuntu обычно подает нам сигнал, вообще чаще всего операционная система подает какой-то сигнал, можно дублировать эту ошибку, вы видите, вспыхиванием таким, миганием, или того окошка, в котором мы работаем, возникла ошибка, либо всего экрана. Давайте попробуем протестировать. Я не вижу, чтобы что-то менялось. На самом деле, здесь вообще эти дополнительные возможности очень плохо работают. Ну вот, я не вижу, чтобы что-то менялось, но по идее у нас должен вспыхивать, не мерзать, должна мерзать шапка. Я очень много читал, здесь половина этих возможностей не работает, вроде как это баги. Не знаю, я не смог включить, но, наверное, процентов 70 от этого строения функционала, что меня сильно расстроило. Дальше, очень важные моменты, это настройки клавиатуры. Опять же, в той организации, где я работал с детьми-инвалидами, был один ребенок без рук. Он так бешено печатал на клавиатуре пальцами ног, и для него включали половину этих возможностей. Потому что он хоть и печатал быстро, очень многое делать тяжело. Так вот, какие у нас здесь есть возможности? Sticky Kiss. Вообще, для начала можно сразу наверху, опять же, включить и выключить экранную клавиатуру. Мы с вами ее видим уже при входе в систему. Sticky Kiss или залипающие клавиши. Если мы с вами включаем Sticky Kiss, то пользователю не нужно одновременно удерживать несколько клавиш. То есть не нужно, если мы хотим сделать последовательность какую-то, например, выделить весь текст, Ctrl-A, или нажать Alt-F4, или нам не нужно зажимать, удерживать одну клавишу, зачем нажимать вторую. Мы можем нажать сначала первую, а потом нажать вторую. И при этом тут мы можем выключить какие опции. Значит, первую мы можем бибикать, если мы уже нажали какой-то из ключей, который меняет функционал действий остальных клавиш. Это Ctrl-Shift-Alt, вот эти клавиши. И второй из Sticky Kiss это выключать, если возможность, вот этого нажатия одновременно у двух клавиш. То есть если вы все-таки нажали две клавиши вместе, то он не будет их рассматривать как именно ту самую последовательность команды. Как первая, значит, клавиша и вторая. Он так это рассмотрит. Далее. Slow Kiss. Slow Kiss это возможность, опять же, медленные клавиши. Это нажатие и удерживание клавиш для того, чтобы их система приняла. То есть если вы случайно задеваете какие-то клавиши, когда набираете, чтобы он это не воспринимал за нажатие. Только если вы нажали и удерживаете клавишу, тогда он эту клавишу зачитает. При этом, видите, можете по звукам подвигать, как долго нужно удерживать клавишу, чтобы она стала, как бы засчиталась нажатой. И дополнительной опцией бибикать, когда у нас клавиша нажата, и когда клавиша у нас принята, и когда клавиша у нас отклонена. Три разных звука, и чтобы пользователь на слух ориентировался, как у него получается, набирать или нет. Следующий вариант. Bounce Kiss или ключи отскока. Это настройка отталкивания, как бы, быстрого нажатия клавиш. То есть, если мы быстро действительно нажали, например, если мы с вами в Vime хотим удалить строчку, мы пишем DD, нажимаем быстро, это две клавиши D. Если мы включим Bounce Key, вот это быстрое нажатие будет игнорироваться. И нужно здесь, опять же, будет подвигать ползунком тот диапазон между клавишами, между нажатием клавиш, который все-таки засчитывается за двойное. То есть, если пользователь все-таки быстро очень нажал DD, оно не зачтется. Мы подвинем ползунок, и если между двумя нажатиями клавиш был какой-то интервал, скажем, секунды-две, то это зачтется как двойное нажатие. Это все интуитивно, очень быстро настраивается, особенно теми полициями, которые эти функции используют. И важная очень настройка, это включать вот этот вот весь функционал при помощи клавиатуры. Я вам сейчас покажу, где это включается, но оно почему-то ни в какую не работает. Мы сейчас дальше сначала с вами пробежимся. И, значит, у нас есть с вами еще Pointing and Clicking. Тут уже настройки мыши. Во-первых, у нас здесь есть опция управлять курсором, используя Keypad. И, по идее, сейчас я NumLock могу двигать курсор. Вот у меня они в какой-то опять не работают. То есть, сейчас стрелочки NumLock, по идее, должны двигать курсор вправо-влево. У меня они двигают. Если у вас вдруг двигает, и вы знаете почему, напишите мне, но в предыдущих, в 14-ую бунту я прекрасно это все делал. Ничего дополнительных возможностей никаких не включаю. Далее. Симуляция второго клика мыши. Это такая возможность, что мы симулируем двойной клик, если мы удерживаем нажатой левую кнопку мыши. То есть, если у нас нет никакой возможности использовать двойной клик, у нас, не знаю, палец не позволяет два раза нажать на клавишу мыши быстро, мы можем просто нажать на клавишу мыши, удержать ее нажатой, и тогда это будет восприниматься как дабл-клик левой кнопкой мыши. Это вот эта вот опция. Опять же, ползунок, как долго удерживать. И второй вариант – симуляция одного клика мыши. То есть, если мы, в принципе, не можем нажимать на клавиши, мы можем только перемещать курсор, например, джойстиком, тогда мы используем этот вот хувер-клик. Он позволяет нам, если мы задерживаем курсор мыши на каким-то объектом на определенный промежуток времени, то тогда операционная система считает то, что мы щелкнули на этот объект, то есть выбрали его. Что у нас с вами осталось? Значит, здесь мы с вами пробежались. Давайте настройки посмотрим клавиатуры, и там вот включаются очень много опций, шорткаты вот они. И здесь есть в шорткатах универсальный доступ. И в универсальном доступе есть такая полезная штука, как включение дополнительных возможностей, в частности, скрин-ридер включать-выключать, экранную клавиатуру включать-выключать. Вот я сейчас начал щелкать, и у меня все подвисло. Мне кажется, тут очень много багов в этом универсальном аксессии. Потому что подвисать он тоже точно не должен. Сейчас мы подождем, подождем, и он отвисит. Так вот, здесь есть из полезных штук что у нас? У нас здесь есть зум-ин и зум-аут. Продолжает висеть. Приближение экрана. Вообще, раньше в Ubuntu был такой скрин-магнифайер, магнитайзер. Штука, которая позволяет нам приближать экран. Ну, в общем-то, то, что в Windows является экранной лупы. Больше ее в составе Ubuntu нет. Можно ставить дополнительные штуки, такие как XZoom, или есть очень хороший пакет CompisConfig, который серьезно увеличивает возможности Ubuntu именно для работы пользователей с какими-то ограничениями функционала своего. Так вот, чтобы пользоваться вот этим скрин-приближением, мы видим, здесь есть сочетание клавиш Alt, Super и равно. Но, Super это клавиша Win на клавиатуре. Я сколько ни пробовал нажимать, сейчас я нажму Alt, Super 8, чтобы включить эту возможность. Вообще, ерунда какая-то открылась. Alt, Super 8, Alt, Super равно, Alt, Super минус. Ничего не работает. Я пытался менять сочетание клавиш, скажем, говорить то, что для ZoomIn у меня будет использоваться, например, не знаю, Alt, F11. И после этого я пытаюсь нажать Alt, F11, и тоже ничего не происходит. То есть вот этот функционал у меня не включался ни в какую, но имейте в виду, что он здесь, и, скорее всего, будет работать в следующей версии. Бунт. Здесь же есть увеличение размера текста, уменьшение размера текста и включение и выключение высокого контраста. Все это есть в настройках шорткатов клавиатуры. Что еще я вам хотел показать? Значит, нас просят еще в этом экзамене разобрать такие возможности, как... я сейчас смотрю, смотрю, смотрю. Возможности Орки. Орка это у нас как раз читалка вслух. Ее нужно ставить дополнительно, хотя ее можно пробовать и запускать. Она здесь есть. Орка. Вот она, скринридер. Стартует он тоже с какими-то бешеными косяками. Вот я ее сейчас попробую завести. Вот она. Ключилась, по идее. И вот здесь должна появиться ее иконка, чтобы мы могли ее выключить, отключить, поднастроить. Видите, у Бунта что-то крутит, крутит, сделать ничего с ней не может. Она теперь будет нас говорить, пока мы ее не выключим с вами принудительно. Далее, что у нас здесь с вами есть еще важного? Тот самый дисплей Брайли, я говорил вам о том, что он есть. Для того, чтобы он работал, ставится специальная библиотека. Пишет она Brl.tty. То есть специальная отдельная консоль. CTI у нас для этого подключается. И еще просит разобрать EmacSpeak. Есть у нас текстовый редактор Emac. Мы его не разбирали, потому что мы пользуемся V в рамках данного курса. Но есть Emac. И у Мака есть тоже встроенный функционал чтения того, что он открывает. И отдельно они просят разобрать жесты. С жестами все очень интересно. Давайте покажу вам. Вот у нас здесь есть настройки мауса и тачпада. Видите, тачпадовских никаких настроек нет. Я пытался подключить. У меня есть свой тачпад. Подключил, проверил. У меня в настройках просто появились здесь в Ubuntu еще опции по настройке тачпада. Но при этом вот здесь ничего не изменилось. По идее у Gnome есть очень хороший функционал, именно у Gnome дисплей менеджера, работы с жестами. Я сейчас вам в описании видео брошу ссылку на все эти жесты. Может быть эти жесты работают, если пользоваться каким-нибудь планшетом с тач-экраном или, допустим, каким-нибудь макбуком. Там, скорее всего, эти жесты будут работать. Но я нигде в Gnome не нашел настройку этих жестов, какой жест что делает. Погуглил тоже очень много всего. Максимум, что я нашел, это готовые наборы жестов. Потому что они якобы должны работать, если у вас включен тач-скрин. Поэтому как их выключить, это тоже отдельная проблема. Там нужно выпиливать библиотеки для этого. Вот, собственно, и все, что мы должны были с вами посмотреть. Опять же, у нас очень сильно меняется внешний вид GUI для каждой новой версии операционной системы. Постоянно добавляются инструменты, убираются инструменты, меняются какие-то настройки. Мы просто с вами посмотрели, где это обычно ищут, какие возможности есть в операционных системах по включению вот такого дополнительного функционала. И теперь вы, по идее, сможете всегда это найти и знать, что вообще бывает и как это включать, если вдруг вам это в жизни пригодится.